Когда началась блокада, Виктору Петровичу было всего 6 лет. Самое страшное воспоминание того времени – это постоянный голод. Вместе со своей семьей они проживали в пятиэтажном доме. Попал он в торец дома. Попал в домоход, не разорвался. Домоходы, знаете, какие там были. Провалился вниз на первый этаж и взорвался. Три этажа как начисто, а мы остались на верхушке. Какая была еда, вы сами знаете, что там было. Это же я рассказываю тут без... Съели мы, обои съели, клей обойный, столярный клей съели. Пилили липовые стулья. Опилки съедобные, между прочим, липовые. Их организм усваивает. Вот тут полтора стула мы, полтора или два стула спиливать, это мать-отец. Некоторые блокадники до сих пор не могут есть обычную картошку, так как 900 дней приходилось питаться очистками. На днях они собрались в межпоселенческой библиотеке, чтобы вспомнить, как берегли маленький кусочек черного хлеба, заветные 125 граммов. Меня бабушка предупреждала, внучочек миленький, не подходи никому, не давать, чтобы себе конфетку не говорили, хлеба дать. Поймают, возьмут, съедят. Да. На встрече с ветеранами присутствовали студенты Жуковского авиационного техникума, которые знают про события тех дней и гордятся героями нашей страны. Это очень важно. Нужно всегда это сохранять в своей памяти, потому что это наша история, это наша национальная культура. Мы должны всегда это помнить. Я переживаю, на самом деле, потому что это как бы очень тема такая. Поэтому интересно было бы послушать, что они думают, что знают. Сегодня в нашем городе живут 36 бывших блокадников, и многим из них удалось прийти на ставшую уже традиционные встречи со студентами и сотрудниками библиотеки, которые рассказывали стихотворения и вместе со всеми вспоминали события тех страшных дней. В этот день ветераны вспомнили основные исторические даты тех страшных лет. 77 лет уже прошло со дня прорыва блокады Ленинграда, но до полного освобождения города оставался еще год. Это случилось 27 января 1944 года. Игорь Чернышев, Дмитрий Курунов, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».